Начнем с оценки заявок. Для того, чтобы говорить об этой важной теме, я хотела бы сейчас пригласить и представить вам директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина Ирину Лабедус, человек, который имеет громаднейший опыт работы в самых разных благотворительных организациях, и не только, и РЭШ, и Фонд Евразия, и Фонд просвещения Мета, и теперь уже Фонд Владимира Потанина, и человек, который знает, и как разрабатывать программы, и как оценивать программы, и всю вот эту вот кропотливую внутреннюю начинку, поэтому на Иру предлагаю нападать, внимательно слушая, задавать вопросы по ходу, и мы с ней так договорились, что я тут тоже немножечко останусь в кадре и буду, если что, от вашего имени, возможно, а возможно, от своего, тоже задавать какие-нибудь вопросы, ну и чтобы не потерять и вспомнить немножко, о чем мы говорили в первый день, Ира, прошу, начинай, флорзьерс, как говорится. Да, добрый день всем, спасибо большое, у меня уже, мне кажется, что начинают чесаться лопатки, расти крылья от тех дифферамбов, которые у меня спела Наталья, действительно, некоторый опыт работы в грантовых конкурсах у меня есть, и в качестве организатора, и в качестве эксперта, поэтому говорить мы будем, конечно, о предмете, который мне знаком, но, как уже тоже было правильно отмечено сегодня утром, грантовые конкурсы, как и все в нашей жизни вокруг, эволюционируют, и в последнее время они эволюционируют стремительно, поэтому абсолютно ничего из того, о чем я бы хотела сегодня рассказать аудитории, не высечено в граните, и оно будет меняться, трансформироваться вами самими в зависимости от того, что вам будет нужно. Когда я отправила презентацию организаторам, первое, о чем они меня спросили, там очень много букв, ты все будешь это рассказывать? Значит, сразу хочу снять все тревоги и страхи, рассказывать я буду не все, презентация сделана так, чтобы ее можно было потом отправить вам, чтобы, с одной стороны, вы сейчас ничего не конспектировали и не пытались все вот эти блок-схемы, которые потом появятся, как-то немедленно впихнуть в свою картину мира, с другой стороны, потом спокойно можно будет какие-то вещи тоже применить к тому, что вы делаете, и посмотреть, насколько это относится к вам или не относится вообще ни к чему, с чем вам приходится работать. Ну что, любимый жанр. Сейчас мы запустим презентацию и даже разделим экран. Мы все такие теперь в этом специалисты, Ир, что это происходит фактически незаметным движением руки. И пока наши коллеги в замирании ждут много букв обещанных, оно все переключается, правда? Так, сейчас оно все переключается, сейчас я включу демонстрацию. Как обычная маленькая техническая заминка. Нет, это... Ну это время переключения, это понятно. Это даже не заминка, это болезнь неповоротливых пальцев. Ну, а перестань. Поехали. Все видно? Сейчас мы пытаемся, потому что в этот момент компьютер сказал, я не хочу, мне жарко. Так бывает. У меня лето, уходите. Так, видно, да? Да. Все, поехали. Значит, на всякий случай мы попробуем сначала поставить экспертизу и оценку конкурсных заявок, про которые мы будем говорить, в какую-то большую картину мира. Иначе будет казаться, как из моего интервью, что это совершенно какая-то самодостаточная история и существует в отрыве от всего остального. На самом деле понятно, что если у нас с вами нет конкурса, то нечего нам с вами оценивать, и никаких заявок у нас не случится. Какие бывают конкурсы? Тоже на всякий случай уверена, что вчера про это уже говорилось, но для последовательности шагов. Это может быть открытый конкурс, в который вы приглашаете с абсолютно равными возможностями участия соискателей, которые принадлежат к какой-то определенной группе. Сфера деятельности, тип организации, территория, место работы или учебы. Разные могут быть критерии. Он может быть только для юридических лиц, он может быть только для физических лиц. Он может быть, как мы теперь знаем на собственном опыте в фонде Потанина, смешанным, где в одной номинации участвуют физические лица или группы лиц, а в другой номинации участвуют юридические. Второй тип конкурса – это конкурс по приглашению. И это тоже конкурс. У многих складывается впечатление, что конкурс по приглашению – это меня позвали, что-то со мной поделали и дали мне грант. Это тоже процедура отбора, это тоже действительно конкурс и конкуренция, но устроенная немножко другим образом. Это некоторый предварительный отбор или предварительная оценка идей людей, организаций, проектов, соискателей тоже по каким-то определенным заранее объявленным критериям. Но в отличие от открытого конкурса, в закрытый конкурс по приглашению могут подавать заявки и принимать в нем участие только те, кто получил вот это самое специальное приглашение от организатора. Здесь тоже могут быть варианты, это могут быть конкурсы для юридических лиц, для физических лиц или какая-то смешанная форма. Вот эти две страшные стрелочки внизу призваны показать нам, что в зависимости от масштаба конкурса и в зависимости от масштаба вашей собственной организации вы можете или справляться, или не справляться с проведением конкурса сами. И тогда в вашей жизни возникает или не возникает оператор конкурса. Это организация-подрядчик или ваш партнер, которая привлекается для участия в каких-то определенных этапах конкурса или для выполнения каких-то определенных видов работы внутри этого конкурса. Ну, например, у нас в фонде часть конкурсов проводим мы сами, часть конкурсов мы проводим с привлечением операторов, потому что на 30 человек команды, начиная от генерального директора и заканчивая секретарями, эти 30 человек, у нас несколько тысяч грантополучателей, благополучателей в год. Понятно, что собственными силами такой массив, особенно при конкуренции в конкурсах, примерно 1 в 10 обработать невозможно. Как проходит обработка? Что такое конкурсный цикл? Можно спорить и обсуждать, все ли здесь этапы, что-то можно разбивать более подробно, что-то можно объединять, но в общей логике вы всегда начинаете с того, что вы планируете конкурс, готовите документы, которые будут этот конкурс обеспечивать. Вы, собственно, проводите сбор заявок и сопровождаете его, возможно, какой-то информационной компанией, чтобы вы про конкурс знали. На пункте 3 мы с вами в ближайший час будем останавливаться подробно, и это оценка заявок и определение состава победителей. Номер 4 в этой цепочке встанет в следующей сессии сегодняшнего дня, а именно объявление победителей конкурса. Дальше с ними заключаются какие-то договоры, дальше то, о чем говорила Марина Михайлова, мониторинг про проектов, за которыми нужно приглядывать, но в которые нельзя вмешиваться. Но иногда этим проектам важно не только, чтобы за ними приглядывали и не только наличие у них грантового финансирования, но, возможно, какая-то поддержка дополнительная, информационная, образовательная, экспертная. Поэтому на этапе выполнения проектов и их мониторинга часто существуют сопровождения, в том числе экспертные. Совместное плавание с грантополучателями заканчивается, завершается оно проверкой отчетности по проектам. Возможно, где-то здесь есть оценка результатов проектов, по крайней мере, немедленная, потому что в зависимости от того, что у нас получилось с вами за весь этот цикл, нам нужно проанализировать результаты цикла и каким-то образом, возможно, внести изменения для того, чтобы планировать следующий цикл конкурса. Как правило, вот этот набор блоков не зависит от того, на какую тему проводится ваш конкурс, в каком масштабе, в каком регионе и так далее. Но могут варьироваться, собственно, продолжительность каждого этапа, форматы работ в каждом из них. Частично об этих вариациях дальше тоже поговорим чуть подробнее. У конкурса по приглашению практически такой же цикл. Мы все равно будем начинать с вами с планирования подготовки конкурсных документов и заканчивать анализом того, что у нас получилось, чтобы понимать, как двигаться дальше. Но здесь может оказаться дополнительный шаг определения состава участников и их предварительное приглашение, потому что фактически это приведет нас к еще к одному этапу экспертизы. Вот рассмотрение предварительных концепций или предварительное рассмотрение, не знаю, какое-то взаимодействие с этими приглашенными участниками для того, чтобы определять их финальный состав. Вот это может быть дополнительным шагом относительно открытого конкурса. При этом у нас может с вами здесь, например, не случиться информационной кампании, потому что каждый, кого мы приглашаем, получает персональное письмо и никакого дополнительного информирования в этом случае не возникает. на всем вот этом пути движения у нас существует с вами прекрасный документ, которым частично вы поработали уже между двумя днями семинара, а возможно, мы поработаем еще немножко сегодня в рамках этой сессии. Этот документ называется «Заявка». Вот в нашем случае жизненный цикл заявки выглядит примерно вот так, то есть в зависимости от того, подается ли она в итоге на конкурс, принимается ли она к участию в конкурсе, какие этапы экспертизы она проходит, становится победителем или нет, ее ветвистый путь выглядит примерно вот так. Это действительно то, что случается с заявками у нас на портале, со всеми статусами, которые этим заявкам присваиваются. Пугаться этого совершенно не нужно. Вот этот жизненный цикл в каждом определенном случае может быть более коротким, более простым и с меньшим количеством ответвлений, но картинку я хотела показать ровно для того, чтобы мы с вами увидели, какое количество вариаций теоретически возможно, и это не самое большое еще количество вариаций, да, которое может в заявках приключаться. Я совершенно не случайно употребляю вот это слово вариация, так знаете, как в китайской пытке водой, чтобы оно капало и капало. Почему? Потому что, на мой взгляд, экспертиза заявок состоит из некоторого количества обязательных элементов, и это постоянные, и некоторого количества переменных, которые вы можете определять в зависимости от темы конкурса, его масштаба и так далее. Постоянное. Это то, что у нас в любом конкурсе с вами возникает два типа экспертизы. У нас есть проверка заявок на соответствие формальным критериям. Это то, на основании чего мы допускаем или не допускаем с вами заявку к участию в конкурсе. И даже в конкурсах по приглашению это тоже случается, потому что у нас всегда определены условия входа в этот конкурс. Кого организатор хотел бы видеть в числе участников, кого по каким-то причинам не хотел бы. Какие требования к уровню зрелости организации, к ее финансовым показателям, к ее командным возможностям и так далее. То есть набор формальных критериев может быть достаточно разным, но они должны присутствовать всегда. И, собственно, содержательная экспертиза – это уже та оценка смыслов поданных заявок, которая позволяет экспертам определить победителей и, к сожалению, проигравших. Вся остальная часть может быть переменной и определяться вами в зависимости от цели конкурса. Например, проводить экспертизу могут сами сотрудники фонда, могут представители оператора. Это то, что касается проверки по формальным критериям. Содержательную экспертизу могут проводить сотрудники фонда. Бывает так в некоторых фондах. Могут проводить независимые эксперты. Бывает так в большинстве случаев, в том числе у нас. Бывает некоторый микс, когда в экспертном отборе содержательном участвуют и представители фонда, и независимые эксперты. Здесь решение за организатором конкурса. Каким образом проходит эта экспертиза и как она будет организована? Мы говорим про содержательную экспертизу. Может определяться тоже абсолютно по-разному. Это может быть отбор в один этап, заявки пришли, с ними чего-то поделали, определили состав победителей. Это может быть только заочная оценка, когда эксперты читают заявки, не видя, собственно, ни представителей организации, ни каких-то их действий. Фонд президентских грантов, например, или наши конкурсы типа музейного десанта или грантового конкурса для преподавателей магистратуры. Это может быть очно-заочная оценка, когда на каком-то этапе читаются заявки, а на каком-то этапе происходит взаимодействие с заявителями. Например, мы проводим собеседование с финалистами многих конкурсов, и тогда мы видим не только руководителя проекта или, собственно, заявителя, но иногда видим и всю команду. Это может быть только очная оценка, когда у вас есть публичная защита или публичное тестирование, или какой-то еще очным образом организованный отбор. Многие дьютоны проходят так, публичные защиты проектов есть, не знаю, например, у фонда Гражданский союз в Пензе. Тоже все будет зависеть от того, какую информацию, в какой момент вам важно получить от участников конкурса. Оценка может проходить порознь, когда ни один эксперт не видит других экспертов, не знает их реакцию, их оценку, и эксперты между собой не встречаются никаким образом. Оценка может проходить вместе, когда эксперты собираются для общего совместного обсуждения и решение принимается коллегиально. Если оценка у нас проходит в несколько этапов, у нас на всех этих этапах может быть один и тот же состав экспертов, и они просто проделывают разные действия с этими заявками или с разным набором заявок. Могут быть разные составы экспертов на разных этапах. У нас, как правило, точнее, не как правило, а всегда, если экспертиза в несколько этапов, значит, на каждом этапе ее будет оценивать свой состав экспертов отдельно. Распределение заявок экспертов. Каждый может оценивать кого-то, то есть какую-то часть поступивших вам заявок. Каждый может оценивать всех, когда каждому эксперту назначаются все заявки, которые приходят на конкурс. Может быть, принцип «все оценивают всех», которые, например, при очных форматах оценки присутствуют всегда. У вас сидит конкурсная комиссия, да, защита дипломных работ. Лучший тому пример. У вас сидит комиссия, которая выслушивает все защиты, потом что-то проделывает между собой, и вы получаете исходную, точнее, итоговую какую-то оценку. Все это разнообразие должно быть каким-то образом задокументировано. При этом это документирование происходит у нас с вами на самом первом шаге. Вот тот первый квадратик планирования. Потому что все, что вы должны будете делать на этапе приема заявок и на этапе оценки заявок, должно быть известно участникам конкурса в момент объявления вами конкурса. То есть вариант «упс, сюрприз» он невозможен. Вы должны заранее объявить, по каким критериям вы допускаете участников в конкурс. Каким образом вы будете их оценивать по этим самым формальным критериям и содержателям? Будет это один этап или несколько? Придется ли им взаимодействовать с экспертами лично или нет? Кто, собственно говоря, ваши эксперты, чтобы участники конкурса понимали, готовы они доверить свое знание или свою идею оценке этого состава людей или нет? Таким образом у нас с вами возникают формальные критерии допуска в конкурс. Раз. Критерии, принципы и сроки содержать на оценке. Два. Если у нас с вами оценка проводится и, собственно, конкурс проводится без бумажных документов, то это, видимо, какие-то электронные формы и для проверки по формальным критериям и для содержать на оценке. Это график, когда и в какое время мы должны успеть собрать заявки, проверить их надобно по формальным критериям, организовать каждый из этапов содержательной экспертизы, организовать защиты или какие-то очные мероприятия, провести заседания экспертных советов, если таковы и есть, и так далее. Мы должны определить, собственно, состав экспертов. И это тоже делается на этапе планирования, потому что мы планируем с вами ожидаемое количество заявок. Условно, мы рассчитываем, что их придет 50, и мы поддержим 5, или их придет 500, и мы поддержим 20, или их придет 9000, и мы поддержим 500. В зависимости от ожидаемого количества заявок нам нужно с вами какое-то ожидаемое, планируемое число экспертов, потому что, с одной стороны, мы все люди, а не роботы, и мы не можем одинаково качественно оценить, например, 100 заявок за неделю. С другой стороны, наша работа в качестве экспертов, это, как правило, дополнительная нагрузка, а не основная, и у нас случаются, не знаю, форс-мажоры, карантины, переезды в другие города, не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем и так далее. То есть состав экспертов на всякий случай всегда должен быть с запасом, и если у вас, у нас возникает очень большое количество полученных заявок, и если у нас возникает необходимость какой-то замены внутри состава экспертов. Ну, например, у нас приведу кейс из нашего стипендиального конкурса, стипендиальной программы, в котором есть очный этап отбора. Это, как правило, 10 или 20 больших мероприятий, в каждом из которых участвует по 100 кандидатов студентов магистратуры. И это проходит в разных городах. Отменили рейс, и группа участников, которая должна была прилететь в Екатеринбург, попасть туда не могла, и они летели в Москву. И команда экспертов, которая проводила отбор, должна была быстро перестроиться так, чтобы вместо работы сотни человек, отработать с группой 120 человек. И вот этот вот запас экспертов ситуацию спас. То есть это достаточно серьезный еще и логистический вызов для организаторов конкурса во многих случаях. Нет, мне кажется, еще важно, чтобы их не было мало, да, вот этой ситуации. Почему? Лучше перестраховаться, лучше набрать в принципе людей. Никогда обид не бывает, потому что все понимают, как это важно и зачем это устроено. Конечно. Даже если речь идет только о заочной оценке заявок, люди гораздо спокойнее себя будут чувствовать, оценивая по пять заявок каждый, чем по пятьдесят заявок каждый, неожиданно. Да. Поэтому вот этот запас, это, собственно, наша страховка, подушка безопасности. Мы должны пригласить экспертов, поэтому у нас возникают приглашения. Мы должны каким-то образом сориентировать их, как будет проводиться их работой. Поэтому у нас есть какие-то инструкции, возможно. А, возможно, у нас есть и установочные сессии, когда мы с экспертами, собственно, какие-то моменты должны проговорить лично и тоже о каких-то важных ключевых вещах, возможно, договориться все вместе. И, собственно, документирование факта нашей работы с экспертом. Это форма договора с ним и акта выполненных работ, потому что это, к счастью, не всегда волонтерство, а оплачиваемый труд. Я не буду зачитывать длинный график, в котором написано когда. Основной смысл этой части длинного текста ровно в том, что на этапе планирования вам это тоже нужно рассчитать, и далеко не каждая процедура в этом этапе экспертизы проходит молниеносно, даже подготовительные ее этапы, с одной стороны. С другой стороны, если у нас с вами есть хоть какая-то очная часть, даже если это онлайн-собеседование. Это уже нагрузка, которая требует синхронизации расписаний, которая тоже не может быть чрезмерной. Ну вот, например, не знаю, не более 15 интервью в день. 15 интервью, скажу вам, это тоже уже достаточно серьезно. Это очень тяжело воспринять по опыту, по собственному. Мы делали и 25, когда возникала необходимость, но это не оптимальный выбор, соглашусь. То есть это ровно к тому, что эту часть работы нам тоже всегда нужно планировать, мы не можем сказать, что оно как-нибудь само случится потом. Ну и, наверное, здесь я хочу напомнить то, что вчера говорил Вячеслав Гудалин, сколько бы вы не планировали, сколько бы вам не казалось самим нужно на это времени, помножьте все на два. Вот тогда точно времени хватит. И пусть это лучше чуть будет больше и длиннее процедура и в отношении оценки в том числе, и вот этого всего подготовительного этапа, потому что она потом у вас, коллеги, оправдается, сыграет и поможет вам, что меньше будет ошибок, меньше нерадивых вопросов и эффективнее коммуникации и отношения как с заявителями, так и с будущими благополучателями. Это, конечно, большое счастье, если есть возможность заложить время с запасом вдвое. Это другая ситуация. Я обычно говорю, что хотя бы плюс 30 процентов, это точно реалистично, но да, я подпишусь под каждым словом, никогда не думайте, что составленный вами график день в день сработает в этот день в день. Нет, не сработает. И когда у нас сейчас по конкурсу общее дело, которое проводится ежемесячно, в абсолютно непривычном для нас режиме, экспертиза длится, первый этап экспертизы длится 10 дней, эти 10 дней мы не спим на всякий случай все, потому что ты смотришь за этой статистикой действий экспертов, видишь каждого, кто еще не приступил к работе, на самом деле ты не знаешь, он приступил или нет, потому что он просто кнопку еще не нажал у себя в личном кабинете. Может быть, он уже все прочитал. Но ты уже нервничаешь, на всякий случай всем пишешь и говоришь, извините, пожалуйста, за паранойю, но вот все ли у вас хорошо, все ли у вас в порядке, действительно ли вы можете работать. Поэтому, да, если есть возможность интервал сделать вдвое с запасом, тогда вы точно успеете максимум. Самая страшная часть для меня... А может быть, мы уже попробуем сейчас себя в качестве? Сейчас мы скажем два слова и попробуем себя. Сейчас. Все же было же спланировано же. Зачем же экспромты? Значит, формальные критерии, скажу только, не буду приводить примеры, они могут быть разными. Отличие формального критерия от содержательного в том, что он не может допускать никакого субъективизма и самостоятельного мнения. Это либо да, либо нет. Либо у вас приложены в заявке все сопроводительные документы, которые там должны быть. Вот проставлены все галки и перетечены все файлы. Комплект. Формальный критерий соблюден. Строки деятельности организации. Больше трех лет, меньше трех лет. Больше трех лет по свидетельству о регистрации. Да, в конкурс допускаем. Меньше трех лет, даже если заявка гениальная. К сожалению, нет, не допускаем. Да. Эти принципы должны быть известны вашим заявителям, собственно, на этапе приема заявок. Они должны понимать, что такое да, что такое нет. Что такое допустимая организационно-правовая форма. Например, если вы оно, то вам к нам, а если вы ассоциация, то вам не к нам. Вам не в этот конкурс. Если вы физическое лицо, вам в один конкурс. Если вы юридическое лицо, вам в другой конкурс. Да? То есть формальный критерий не допускает неоднозначное толкование. Неоднозначное толкование может допускать качество оформления документов. И это тот случай, когда мы можем, например, предусмотреть в конкурсе либо возможность доработки заявки, либо дополнительные вопросы к заявителю. Мы получаем плохо читаемый скан, или у нас какие-то документы должны быть оформлены на бланке организации, заверенные либо подписью, либо печатью. У нас с вами есть бланк, но нет ни подписи, ни печати. Либо мы просим, например, комментарии к статьям бюджета, и они есть не везде. Тоже на этапе планирования конкурса мы должны с вами определить, что такое критерий допуска в конкурс и что такое критерий для возможного уточнения дополнительных обстоятельств. На этапе содержательной оценки мы планируем с вами критерии, по которым мы оцениваем заявки на всех этапах, либо если у нас на разных этапах, они оцениваются по разной шкале, мы должны с вами на этапе объявления, на момент объявления конкурса объявить, как и кого и когда мы оцениваем. Точно так же мы можем планировать организацию оценки. Вот про организацию оценки мы поговорим тогда после того, как мы проделаем упражнение и, собственно, часть этой оценки проведем. Да? Да, однозначно. Ира, спасибо большое. Уважаемые коллеги, я думаю, что многие из вас сейчас слушают и думают, боже мой, какая сложная история, зачем все это, наверное, надо. Может быть, вот, особенно меня, например, взволновал вот этот цикл заявки, прохождение путь такой разветвленный, очень красивый. Я хочу сказать, что, может быть, это так страшно выглядит, но это очень пошаговая, очень точная и очень конкретная инструкция. И если вы для себя такую картинку можете представить, то ваш грантовый конкурс состоится самым лучшим образом. И именно вот эта наглядность, последовательность и логичность конкурса, которую, если вы понимаете, какая стрелочка, куда и где все существуют развилки, вот это, значит, то, что у вас и получится и дальше хорошо. И вы поймете, где соломки подстелить, где экспертов позвать, где надо запланировать лишнего члена команды, о чем мы тоже вчера говорили, в какой момент он должен здесь встроиться, плечо подставить, документы проверить или там что-то напомнить, получивший проект заявки приятному заявителю, чтобы он все точности дослал. Вот эта картина мира, которую Ирина нам представила, она вот именно это и демонстрирует. То есть еще раз, конкурс очень сложная, но очень конкретная и понятная процедура. Ее все можно фактически алгоритмизировать, да, не содержание, а именно как процедуру, да. И вот эта вот картинка, она, чтобы не пугала вас, так как сначала спугала меня, а вот с этой точки зрения вы бы, дорогие друзья, на нее смотрели. Ну и, собственно, еще раз, да, вот это, что оценка встроена в эту целую, оценка заявки встроена в эту большую конкурсную процедуру. И сейчас мы с вами на себе это испытаем. Как Ирина и я уже сегодня вам говорили, мы в преддверии сегодняшнего дня послали вам положение о конкурсе и три заявки. Я сейчас попрошу моих коллег на всякий случай еще раз в чат выложить эти четыре документа. Они на самом деле реальны. И понятно, что мы немножечко сократили и упростили положение о конкурсе, чтобы вам не читать всю длинную историю, которую туда вложила компания, регулярно и эффективно проводящая грантовые конкурсы на территориях своего присутствия. Понятно, что мы оставили только две номинации, чтобы вам было точности легче работать. И в том числе оставили, ну, в принципе, не все поля, которые есть, само положение значительно больше. Об этом вы говорили вчера с нашими другими экспертами. И еще у вас будут образцы документов по завершении сегодняшнего дня в том числе. Ну, вот такой выжимка, которая вам нужна сейчас для работы. Такое положение вам предоставлено. И предоставлены вам три заявки. Что нам сейчас с вами предстоит сделать, дорогие друзья? Вот эти три заявки вы сейчас становитесь сначала сотрудниками организации, проводящей данный грантовый конкурс. Ваша задача — посмотреть на эти три заявки и допустить их до экспертной оценки или не допустить. Вы, я надеюсь, вы, как и я, тоже сделали так, что вот у вас заявки эти перед руками, положение перед руками, чтобы на всякий случай проверить, как мы это с вами, дорогие друзья, будем делать. Сейчас в этом же чате для вас появится ссылочка, вот уже появилась, на уже опробованный нами Минтиметр, Минтиком. Вы ее открываете и вводите вот этот код 33-77-82. И там задается вопрос сначала про первую заявку. Допускаете ли вы заявку до оценки экспертами? После того, вот сейчас у нас в чате 73 человека. Как только вы нажимаете, вот здесь вот видите демонстрацию экрана, мы сейчас с Ириной в прямом эфире будем видеть, как вы оцениваете, допускаете ли вы эту первую заявку. Национальной традиции молодому поколению муниципального бюджетного учреждения, централизованная клубная система области до конкурса или до оценки экспертов, или не допускается. Вот один кто-то уже написал, нет, давайте, два нет, давайте, давайте, коллеги, смотрите на заявку и положение и, пожалуйста, пишите, голосуйте, что получается. Не надо писать мне в чат, надо все-таки воспользоваться Минтиметром. Навыки использования этого инструмента. Дорогие друзья, вам пригодятся. У него есть большая бесплатная версия, которую вы можете использовать в своих образовательных или в своих каких-то других целях и работы, поэтому смотрите, как это устроено. Вот, по крайней мере, он позволяет, например, очень такую простую голосовалочку делать. Допускается или нет? Нет, не допускается, нет, нет, нет. Ну, какие все? Ну, вот интересно, все списали или все... А мы сейчас с тобой узнаем. Мы сейчас зададим следующий вопрос и узнаем. И люди доверят, да. Списали ли они? Так, дорогие друзья, восемь ответов. Вот участников... О, есть тот, кто считает, что да, допускается. Так не доверяете нашим участникам? Списали. Почему? Приучили слова два дня. Три. Мы, наоборот, очень, Марин, доверяем нашим участникам, потому что, ну, кто же, как ни эксперты, ни коммерческого сектора становятся лучшими организаторами грантовых конкурсов, кого бы то ни было, своих собственных, компаний, муниципальных органов власти, поэтому наша задача... И, кстати, они становятся одними из лучших экспертов, потому что, когда читают, они сразу всегда вспоминают, да, и когда руках нет, начинают двигаться, думаешь, ой, вспомни себя, и снова начинают читать эту заявку, пытаясь найти в ней хоть что-то. Нет, я считаю, что самое главное всегда ты потом начинаешь по-другому писать, потому что, ну, как бы ты понимаешь, на что тогда смотрят организаторы, и пытаешься за них, смотришь и думаешь, боже мой, ну что ж ты, Вася, не написал положение о конкурсе вот это и вот это, я до тебя должен теперь додумывать, и поди еще угадай, то ли я додумала или не то. Так, ну, я вижу... Можно позвонить организатору конкурса и сказать, а вы не додумали в положении о конкурсе вот это и вот это, и нам это непонятно. Это, кстати, с одинаковым успехом говорят и участники конкурсов, и эксперты. Про операторов конкурса совсем умолчим, они по сложности такие вещи, да, нам должны замечать, но тем не менее. Ну, я, пока я вижу, что, как бы, товарищи пишут, большинство из тех, кто уже посмотрел на заявку, сказали нет. Ну что, мы начинаем спрашивать, почему нет? Да, конечно. Я предлагаю вам вот сейчас мне в чате, нам с Ириной в чате писать, почему вы посчитали, что заявка не должна быть допущена, какие критерии нарушены. Уважаемые друзья, пожалуйста, напишите. Запрашиваем бюджет больше. Так. Сумма завышена заявки, да. Еще. Вот теперь мы понимаем, за что нужно было давать приз книжку. Да, я, ну, у нас всегда есть опция, Ира, понимаешь? Мы же люди тут за коперщики, мы можем и так поступить, и сяк посвотопить. Давайте спросим по-другому. Нашел ли в этой заявке кто-нибудь еще один или не один, сколько-нибудь еще критерии, в которые не позволяют допустить ее в конкурс? Некорректно указан срок заявки написано. Ну, с января по май, пять месяцев. Нормально, не больше, чем надо. Да. Все в порядке. Все хорошо. Ага, руководитель проекта, сотрудник органов власти. Значит, вот я выписываю, наверное, да, Ир? Елизавету выписывай. Выписываю. Елизавету выписывай. Отдельно, Елизавета, я вас выписываю, так и знаете. Спасибо большое. Наверное, остановим голосование. Ира, пару слов скажешь? Да, скажу пару слов. Значит, на самом деле здесь, конечно, мы должны выдать дисклеймер, потому что обсуждая между собой эту заявку, мы с Наташей слегка поспорили. Мы с Наташей спорим достаточно часто, но никогда не деремся. Значит, спорили мы о том, а надо ли вообще доходить до вот этого второго критерия недопуска, если у вас есть первый очевидный? По идее, конечно, и не надо. То есть, если вы видите, что запрашиваемая в заявке сумма превышает установленную конкурсом норму, и вы видите это на титульном листе, вы можете не читать заявку дальше. Точно так же, как у нас, например, во многих конкурсах, если мы видим некомплектную заявку, в которой представлены не все документы, которые в ней должны быть, ее дальше никто не смотрит. Это делается исключительно из экономии времени, и, собственно, тут, если один критерий допуска не соблюден, все остальные уже не важны. Тем не менее, вот это внимательное отношение и к другим, более мелким, может быть, недочетом, да, это тоже важно, потому что где-то мы можем с вами на этапе проверки по формальным критериям вдруг неочевидный критерий или тот, который нелегко разыскивается, просмотреть. И важно тогда, чтобы наши содержательные эксперты, например, могли тоже это увидеть и сказать, извините, дорогие товарищи, вы допустили в конкурс заявку, которая в конкурсе быть не должно. Потому что вот если бы здесь у нас с вами запрашиваемая сумма была корректной, может быть, мы не добрались бы до вот этого вот описания участников, указания на то, что у нас есть муниципальные служащие в числе в команде проекта. Спасибо, Ир. Давайте, коллеги, немножечко ускоримся, у нас еще с вами две заявки и еще есть второе задание. Поэтому я вас прошу, значит, прошу моих коллег включить голосование по второй заявке. А вас, дорогие коллеги, прошу посмотреть на заявку от областной общественной организации Российского Союза молодежи «Реализуй свой максимум». Хотим ли мы эту заявку допустить до экспертной оценки? Пожалуйста, смотрите на заявку и голосуйте. Оп! Так, один-один. Да-да-да, я тоже одна-один. Мне нравится, картиночка так сейчас, я тогда так фотку сделаю такую прикольную. Один, а нет, эх, не успела. Так, два. Ты посмотри, бдительные наши. Такое впечатляю, что вы аудитории юриста. Ну, я не знаю, кто в аудитории. Разные, наверное, люди. Теперь все внимательно читают до конца длинные. Сколько тут у меня страниц получилось? Одиннадцать страниц. Поэтому хорошо бы, чтобы в форме заявки было ограничение по количеству узнанков. Ну и да, и нет, ты же сама знаешь. И этого есть и плюсы, и минусы. Иногда так и кричит, что невозможно никак самовыразиться. Ну и к тому же, как известно, электронной формой заявки могут пользоваться не все, уважаемые грантовые операторы. Можно ли отказаться от пиктизы, если знаешь? Вот, пожалуйста, у нас будет об этом, уважаемая Светлана, разговор немножечко позже, после того, как мы сейчас поговорим о заявках. Ирина, я вам транслирую вопрос, что можно ли отказаться от экспертизы, если знаешь лично людей, состава команды. Немножко позже, после упражнений, об этом поговорим сегодня, да. Если мы успеем, уважаемые коллеги, вы будете быстро выражать свое мнение. Ну вот посмотри, как получается. Это семь, девять, нет. Девять-три, да. Девять-три. Давайте спросим... Мы начнем уже это обсуждать. Да, коллеги, по какому критерию не допустим эту заявку? Ну вот там есть выше, что запрашиваемая сумма меньше, чем минимальный размер гранта. Минимальный размер гранта ведь, как правило, не устанавливается. Тут был установлен вообще-то. Тут был от 100 до 500. Вот они попросили 56, этот раз сам. Формальный ли это критерий? Вопрос про направление деятельности. Так. Окей, каким образом направление деятельности можем сделать или не сделать формальным критерием? И можем ли? И можем ли? Можем ли. Это вопрос, наверное, к нам с тобой, не к участникам семинара, да? Да, да. Значит, направление деятельности мы можем сделать формальным критерием. Более того, это иногда самый существенный формальный критерий. Тем не менее, здесь, в этом смысле, заявка проходная. Ага, вот, неожиданный ответ, да, значит, соответственно. География не учтена. Предлагается, что организация зарегистрирована российской, а не, а нужна областная. Нет, это областная общественная организация Российского союза молодежи. Вы не правы. В плане мероприятия, последнее мероприятие завершается в августе, а срок до 1 июля. Ага, до 1 июля. Нормальный ли это критерий? Да, вопрос. Адрес не прописан, город в заявке. Коллеги, мы рискуем с вами получить в таком конкурсе ноль допущенных заявок еще до вообще перехода к содержательной экспертизе. Ну, понятно, что не прописан город. Это я подчищала реальные заявки. То есть, это заявки не выдуманы для вас специально. Это, как бы, вот областная организация из областного центра на улице Володарского сидит этот самый областной РСМ, который вот такую заявочку о реализации своего максимума для молодежи и подростков, значит, извояла на конкурс. Вполне себе на 11 листов, и даже еще было 8 листов приложений, хочу я вам сказать. Ну, хорошо, Ира, прокомментируй, пожалуйста. Давай мы останавливаем, и ты говоришь. Мы, конечно, считали, что эту заявку в конкурс нужно допустить по формальным критериям, потому что никаких, собственно, запретительных условий она не нарушает в части присутствия муниципальных или государственных служащих, в части организационно-правовой формы заявителя, в части запрашиваемой суммы и так далее. Мы сейчас с вами немножко перешли, вот, по формальным, вот, прекрасно, Татьяна Чернеева, спасибо большое. По формальным критериям заявка проходная, а вот при экспертной оценке заявка под большим вопросом. Точно так же про измеримость представленных количественных результатов мы не можем с вами говорить в качестве формального критерия. И с этой заявкой мы потом с вами переместимся во второе задание, которое у нас запланировано. А сейчас мы переходим к ПЕ. Давайте, поэтому, спасибо, Ира. Спасибо, коллеги, за вашу деятельность и внимательность. И давайте быстро посмотрим на третью заявку. Заявку от Хуторянки районного отделения областной общественной организации ВАИ, культуры, спорт. Рядом идут. Она небольшая на сей раз. Я думаю, что вы уже, набившую руку, знаете, куда смотреть, на что смотреть. Здесь есть кое-что и новенькое, поэтому, пожалуйста, голосуйте и сразу можете писать в чатик, на каком основании вы отклоняете эту заявку. 2-0, 3-0, коммерческая структура. Чем? Нет, организация зарегистрирована как ООО. ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Да, не общественная организация, а общество с ограниченной ответственностью Хуторянка районного отделения ВАИ. 4-0. Угу. Да. Есть еще один критерий, то есть на этой заявке мы опять, Санаташе, поспорили, но мы на всех трех из трех поспорили. То есть, как это, без боев не обошлось нигде, но я бы, наверное, здесь тоже и остановилась. Основной критерий, который позволяет вам не читать ничего дальше, это, собственно, ООО, в смысле коммерческой формы общества с ограниченной ответственностью. Да, да, одного критерия действительно хватит. Так, про цель проекта пока не говорим, потому что это, мы здесь могли говорить про вторую вещь, не про цель проекта, про то, как она сформулирована, а про непопадание в номинацию, потому что организация предлагает в номинации про культуру заниматься фактически тем, что предусмотрено для номинации развития территории. Совершенно верно, да, и они подгадали, они на самом деле в живьем подали две заявки в две разные номинации, и, в общем, там было много всего на самом деле вживую с этой заявкой связано. Это было хитро, но при этом они остались коммерческой организацией, да? Абсолютно, и, как бы, очень часто мы вот это не замечаем, мы читаем, кто там заявитель. Ах, вы, общество инвалидов, а то, что у них для хозяйственной деятельности регулярно создаются именно ООО, и иногда это ООО, ты не прочтешь, что это общество с органичной ответственностью, а прочтешь, что общественная областная организация, поэтому будьте внимательны и бдительны, молодцы, что сейчас это все правильно и сразу хорошо заметили. Для этого нужны свидетельства о регистрации или, например, формулировка названия организации полностью без аббревиатур. Тогда все обязаны сознаться, да, в том, кто они есть на самом деле, что под этими буквами. И облегчить жизнь своим экспертом, которым не придется тратить время на оценку некорректной заявки. Ну что ж, а сейчас давайте попробуем следующую операцию. Мы немножечко перебираем по времени, но я считаю, что это очень важно нам проделать. Значит, заявка номер два Российского Союза молодежи и областной общественной организации «Реализуй свой максимум». Тем не менее, была допущена организаторами конкурса до экспертной оценки. И в положении конкурса вы видели ряд сформулированных критериев этой оценки. Мы сейчас вам предлагаем эту заявку оценить не по всем критериям, потому что это было бы очень долго, по шести из них, и вы сейчас в чате, для вас есть ссылка на гугл-таблицу, которую я попрошу сейчас моих коллег открыть, чтобы вы видели. Я быстренько покомментирую, что нужно делать. Нужна себя, сейчас вот загорится табличка, вот там, где стоит фамилия эксперта, вписываете себя, и дальше во все клеточки, кроме последней зелененькой, вы ставите циферку от 1 до 10, собственно, это критерии, которые взяты прямо из положения. Можете ставить нефамилию, можете ставить эксперт 1, эксперт 2, как вы хотите сейчас. Мы хотели бы просто увидеть, как будет получаться оценить эту данную заявку РСМовскую по нацеленности проекта на практическое решение задач стоящих, через инновационность подхода, через возможности тиражирования, вовлечения в реализацию всех секторов, измеримость и наглядность, наличие организации каналов для освещения. И, ну, я очень бы попросила сейчас вас собраться и проделать эту работу оперативно. Я понимаю, что в живом режиме дольше от 1 до 10. Каждый критерий оценивается по баллам от 1 до 10. 1 минимально, не присутствует совсем такое показатель. 10 – это максимально выражен на полную катушку. То есть вы считаете, что в заявке это прямо замечательно представлено, и можно будет, соответственно, этого получить. Люблю РСМ, хороший эксперт. Мы все, я думаю, любим РСМ. Эксперт 4. Давайте, коллеги, проставляйте, пожалуйста, свои баллы. Мы с Ириной ждем. Да, значит, несмотря на зверский характер этого упражнения, оно, к сожалению, иногда присутствует в жизни ровно в таком формате. Например, при тех же очных защитных проектов у вас есть 10 минут ровно того времени, в которое проходит презентация, и вы должны успеть что-то себе проставить. Заявку оцениваем номер 2, потому что только ее, вот, заявку про молодежь мы допустили в этот конкурс. Для других мы допустили, оценивать мы их, собственно, и не можем. Наташа, может быть, пока ставятся оценки. Я немножко расскажу фоном про то, как вот эта содержательная оценка может быть организована процедурно. Ты уже сказала, что здесь у нас критерии, значит, все оценивается по шкале от 1 до 10. Шкала может быть от 0 до 10, может быть от 1 до 5, но об этом тоже должно объявляться в момент запуска конкурса. Критерии у вас могут быть равнозначные, как сейчас у нас здесь, а могут быть неравнозначными. Тогда у них проставляется вес, и тогда наша с вами общая оценка строится не просто суммированием, а еще каким-то взвешиванием. То есть здесь мы даем 20% веса, здесь мы даем 5% веса, в зависимости от значимости критерия. У вас могут быть определены жесткие уровни соответствия каждому критерию. Вот за это, если есть, мы ставим 4, а если этого нет, мы ставим 2. Могут быть неопределены, и тогда мы ориентируемся с вами на экспертное мастерство, знание ситуации и так далее. А что лучше? А вот скажи мне, а что лучше? Потому что вот я сейчас вижу очень во многих конкурсах предписаны прямо эти оценки. Тогда какова роль эксперта в этом? Вот, понимаешь, я не могу ответить на вопрос, что лучше и что хуже, потому что, ну, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Это предпочтение организаторов конкурса, это плохо сравнимые вещи. Но это действительно выбор между экспертностью, экспертным потенциалом тех, кого ты выбираешь оценивать эти заявки, или в конце концов шансом перейти к artificial intelligence, когда машинка прекрасно будет оценивать сама, гораздо быстрее человека, сканируя тексты, находя правильные формулировки и приписывая им уровни соответствия. Зависит. Опять же, мне кажется, что это может зависеть еще от содержания конкурса, потому что, когда ты оцениваешь, например, уровень инновационности или степень тиражируемости, очень плохо можно сказать, где здесь 6, а где здесь 8, если у тебя жестко закреплены вот эти 6 и 8. потому что и сами заявители, и сами эксперты очень субъективны, что такое, например, инновация, да? А тогда, может быть, не стоит вот эту шкалу давать до 10, а может быть, надо 1, 2, 3, 4, и тогда более, ну как бы, ну, внутри себя ты понимаешь или нет? Вот как? Можно и 1, 2, 3, 4. Понимаешь, ты все время хочешь, чтобы я ответила на вопрос с бинарным кодом. Вот так правильно, вот так неправильно. Я не знаю, как правильно. Ну, просто это вопросы, которые регулярно... Кому-то действительно... Какую шкалу предложить? Может, чтобы разная шкала была для разных критериев, работает ли это? Это плохо. Значит, как правило, внутри одной организации хорошо бы работать по одной и той же системе. То есть, если вы для себя определили, что у вас пятибальная шкала, она у вас везде пятибальная. Иначе участники ваших разных конкурсов сойдут с ума, пытаясь понять, в каком вашем конкурсе какие правила, по какому принципу придуманы. Да, вот этот вот единообразный подход внутри одной организации, он себя оправдывает. Мы не фрустрируем людей, и они не тратят силы на соотнесение себя с реальностью. Как вы выбираете шкалу, зависит от, я не знаю, от сложности конкурсов, которые вы, в принципе, проводите. Точно так же экспертиза. Вам достаточно, чтобы за каждую заявку читал один эксперт? Вам нужно, чтобы каждую заявку читало хотя бы два эксперта? Или вам нужно, чтобы ее читали пять экспертов? Если проекты сложные, или мы оцениваем, например, потенциал самой организации, чем больше мнений у вас собралось, тем менее важно, условно говоря, у вас шкала пятибальная или десятибальная. Вы сумеете получить разброс мнений. Особенно, если это оценивание не ограничивается выставлением галок или баллов, а содержит еще и какой-то содержательный комментарий эксперта. Да, если, допустим, у нас есть очная встреча экспертов, эти вопросы решаются битвой экспертного совета. И те, кто в них участвовал, знают, что это может длиться несколько часов, и заявки действительно в этом случае уже препарируются со всех сторон, не всегда в привязке опять к пяти или десятибальной шкале. Ну, понятно. Спасибо. Давай, я думаю, что надо уже начинать относиться к оценкам, потому что уже есть какое-то количество готовых результатов. Спасибо, коллеги. Кто доделывает, доделывайте, пожалуйста. Это важная процедура. Ирина, давай уже смотреть на результаты, и что мы по ним можем сказать? По ним можно сказать только то, что они очень разные, и что они сильно не совпадают с тем, что поставила бы заявки я. Ага. Ну, в этом экспертиза? Они говорят нам... Ну, вот смотрите, у нас, например, по первому критерию оценки более-менее... Еще бы я что-нибудь бы видела на маленьком экране. 7, 6, 8, 5, 7, 5, 7, 6, 6, 6, 6... То есть по первому критерию мы все более-менее солидарны в том, что он в достаточной степени соблюден. По другим критериям у нас есть с вами очень существенная разница в оценках. Да? Перейду опять отсюда к методической части. У нас точно так же с вами получается, что и итоговые оценки с разбросом вдвое. То есть у нас есть суммарная оценка 40. У эксперта я люблю РСМ. И у нас есть суммарная оценка 19. У одного из экспертов. Да? И, например, в этом случае один эксперт скажет «поддержать заявку», второй скажет «не поддержать заявку». Что мы делаем? Мы назначаем арбитраж. То есть, наверное, имеет смысл показать эту заявку, дать ее на оценку третьему эксперту, если не еще двум, и посмотреть, каким образом вот это вот среднее арифметическое изменится, если у нас есть с вами третье мнение. Да, точно так же, если один эксперт говорит «поддержать», а второй говорит «не поддержать». Нам нужно третье мнение, в какую сторону склонится в итоге эта чаша. Вместе с реализацией всех секторов сообщества. Тут, скажу честно, мне сложно комментировать конкретный проект, потому что… Давай тогда уже к теории переходить. Он, конечно, очень слабый. Значит, часть теории мы с вами, относящуюся как раз вот к этой сравнительной таблице, уже проговорили. Сейчас я попробую опять запустить. Тогда надо выключить демонстрацию этого экрана. Ну, а тебе уже сейчас можешь запускать. Ну, то есть, коллеги, зачем было это упражнение? То есть, с одной стороны, мы вроде все выступаем сейчас в качестве экспертов на том или ином конкурсе, но вот сейчас, когда вы представляете себе всю как теорию процесса за этим находящейся, вот вы видите, как выглядят на самом деле ваши оценки, когда их сводит организатор, да, и сидит в ужасе, и смотрят, что получилось, не получилось. И как с этим разбираться? Ира, прошу. Значит, разбираться с этим, ну, вот как я уже сказала, да, во-первых, у нас может быть с вами арбитраж, то есть, если у нас по одной заявке очень расходятся оценки двух экспертов, мы можем назначить третьего эксперта. У нас может быть с вами коллективное обсуждение, когда мы оставляем возможность всем нашим прекрасным экспертам поговорить друг с другом, и кто-то кого-то переубеждает, и мы приходим к коллегиальному решению. Мы можем пытаться минимизировать вот этот разброс тем, что у нас распределение заявок по экспертам идет случайным образом, то есть у нас нет пары экспертов, которые получают один и тот же набор заявок. И этим снижается риск того, что у нас по этим заявкам, по всем случится максимальный разброс оценок, потому что одному эксперту кажется наиболее важным вот это, а другому прямо противоположное. Иногда помогает то, что, собственно, мы делали сейчас с вами, это слепое распределение в том смысле, что ни один эксперт не знает, кто еще что-то читает с ним в паре, и он не видит оценки других экспертов, он видит только свои. Еще есть такая штука, как нормирование оценок, но мы не успеем про это поговорить. Просто, мне кажется, важно, чтобы знали, что можно с разными методами свести вот эту финальную оценку. Можно среднее арифметическое, можно среднее, можно каждому баллу прицеливать, как бы… Совершенно верно, да. Можно даже… Здесь очень много, и про это, про все можно думать. Так, теперь у меня в это время умерло все, что касается показа презентации, да, вот так. Значит, вот это, пожалуй, последний слайд, на котором мы сейчас зависнем, и это, собственно, вопрос, которым меня во время интервью подвесила Наташа, сказав, а есть ли вообще идеальные эксперты? Вот кто твой идеальный эксперт? Значит, идеального эксперта, как идеального человека, наверное, не существует ни по какому набору критериев, но можно стремиться к тому, чтобы вот эта вот экспертная команда, которая работает в вашем конкурсе, была близка к идеалу. Поэтому я бы хотела здесь говорить про баланс. С одной стороны, вы должны определить, у вас внутренние эксперты, только внешние эксперты, или это микс. Вы отдаете предпочтение преемственности или ротации. Вам важно, чтобы люди, которые оценивают заявки условно этого года, знали, что происходило в прошлом году, или вам важен, наоборот, свежий взгляд. И вы определяете вот этот процент ротации на этапе планирования конкурса. Условно, у вас и 50% новых экспертов каждый год, 25% или у вас их нет совсем. Или у вас 3 года один состав, следующие 3 года другой состав. Сфера деятельности. Вы хотите, чтобы люди смотрели на проблему изнутри, или люди смотрели на нее еще и извне. То есть вам нужны эксперты только из вашей предметной области или еще и смежной. Далеко не всегда это возможно, потому что, например, в гранд-он-конкурсе для преподавателей магистратуры, если ты не разбираешься в специальности, по которой разрабатывается экспертный курс, учебный курс, да, ты не можешь оценивать эту заявку. То есть опираемся здесь на содержание конкурса. Региональные эксперты. Только местные или только внешние? Или тоже баланс? Потому что здесь у нас возникает с вами проблема. Я знаю эту организацию. Я с ней работал 100 лет. Наш сектор достаточно маленький, мы все знаем друг друга. Или, не знаю, музейная сфера достаточно маленькая, эксперты все знают друг друга. Да, то есть здесь тоже нужно будет думать по какой-то баланс. Собственное мнение или расстановка баллов? Это то, про что мы с Наташей немножко уже поговорили, да. Мы закрепляем, за что надо поставить 2, за что 4, за что 7. Или не закрепляем. И тогда мы отдаем себе отчет в том, что здесь будет большая доля субъективизма, но здесь будет большая доля экспертного мнения. Что важно, чтобы понимали ваши эксперты всегда? Ваши ценности и принципы. Кто вы как организация, как организатор конкурса и зачем вы его проводите, цели этого конкурса? Важность определенных моментов в экспертизе, на что обращать внимание, на что не обращать, чтобы мы с вами условно не проделали то, что мы сделали с заявкой, которую надо допустить по формальным критериям, чтобы мы не остались без заявок вообще. И степень субъективности, да, мы тоже говорим изначально. Что происходит, например, у нас? Мы никогда принципиально не оглашаем публичного состава экспертов, которые с нами работают, и не разрешаем нашим экспертам оглашать свой статус. Мы не объясняем причины, по которым мы не поддерживаем заявки, если это не касается несоответствия формальным критериям. По формальным критериям мы говорим, извините, вы не можете быть допущены к участию в конкурсе, потому что не соответствует вот этому конкретному критерию. Там, где речь идет о содержательной оценке, при конкуренции 1 в 5, 1 в 10, мы понимаем, что часть заявок будет не поддержана не потому, что они плохи, или не потому, что там какая-то одна конкретная ошибка, а потому, что кто-то был чуть лучше. Это вот пересечение финишной черты. Как это обеспечивается? В нашей собственной четкой позиции мы должны понимать, что, зачем и как мы делаем, однозначными формулировками наших требований. Это должно проясняться либо в инструкциях для наших экспертов, либо на какой-то нашей с ними совместной встрече. И нам очень важна обратная связь от экспертов по процедуре оценки. Как нам всем в этом жилось, и им, и нам. И на этапе планирования следующего цикла конкурса, если успеваем, мы должны, по идее, вот это все учесть. Этические принципы не буду уже зачитывать, но это то, что закрепляется, например, в договорах с экспертами и является обязательным к исполнению. Тем не менее, я хотела спросить, тут же, конечно, вопрос был задан от коллег из сектора, особенно это часто случается на маленьких территориях, где все друг друга знают, ну и как же бороться с предвзятостью в отношении заявителя со стороны экспертов? Вот здесь вот конфликт интересов, он как бы да, но как? Мы к нему идем. Значит, частично мы поговорили про это на предыдущем слайде. Сделайте состав экспертов смешанным, пригласите хотя бы пару человек не с вашей территории. Они будут знакомы с проблематикой, они не будут лично знакомы с людьми, у них будет другой взгляд на эту проблему. С другой стороны, они при этом будут хуже понимать, например, потенциалы организации, смогут или не смогут эту проблему решить, смогут своими силами сделать или не смогут. Вот в этом смысле, да, баланс местных и приглашенных, работающих в этой теме и тех, кто смотрит на эту тему со стороны. Конфликт интересов. Очень сложная история. И, честно говоря, должна сказать, что я очень признательна подавляющему большинству экспертов, которые работают с нашим фондом, за излишнюю щепетильность. Это вот как раз история, когда и состав экспертов с запасом, да, и, собственно, отношение экспертов к заявкам, оно тоже с запасом. Я знаком с людьми. Я откажусь, пожалуй, от оценки этой заявки, чтобы не быть, возможно, предвзятым, и чтобы оценка была максимально объективной. Но там, где вы хотите действительно жестко избежать, предотвратить конфликт интересов, вы закрепляете свое понимание конфликта интересов в документах экспертов. Что вы считаете конфликтом? Например, тот, кто оценивает заявки в этом году, не может быть заявителем по вашим другим конкурсам. Или по каким-то может, по каким-то не может. Или он не может входить в органы управления той организации, которую он оценит. Это тоже может быть разным, но обязательно должно вами четко пониматься, формулироваться и закрепляться в документах. Все это может выглядеть вот таким вот адским образом. Внутри документа, да, это формулировка того, как у нас описывается, собственно, экспертный отбор. И описание конфликта интересов, тоже как оно будет формулироваться в документах конкурса. То есть это известно и заявителям. Заявители знают, что фонд считает конфликтом интересов по отношению к эксперту. Ну, я еще хотела вернуться к пункту, о котором ты говорила, что кроме формальных документов, хорошо, если есть возможность настроить очно, лично, экспертный совет. Вот пару слов еще раз все-таки скажи, потому что документы документами. Все сейчас подмахивают, не читая, как бы там ни было. Это плохо, что подмахивают, не читая, потому что потом, извините, я выставил галку, верните галку обратно. Это беда, но сонастройка – это, в принципе, важная вещь. Она важна, мне кажется, для обеих сторон. Тут, ну, давайте закончим на высокопарной ноте, несмотря на нелюбовь мою к высокопарности. Если мы на самом деле в конкурсе не одинаково понимаем ценности и цели этого конкурса, мы не придем к единому мнению, потому что каждый из нас будет действовать внутри своей картины мира. Поэтому для меня вот эта сонастройка действительно является важной штукой. И если мы не говорим, зачем мы проводим этот конкурс, вот о той самой ценности для организатора, мы тоже, скорее всего, будем действовать в разных картинах мира. Это может быть сложным для восприятия. Нам всем, конечно, проще обсуждать, почему шкала 5 баллов, а не 10, и почему мне не написали, за что надо поставить 6, а за что 8. Но, собственно, становление и организаторов конкурсов и экспертов – это взаимный процесс, не знаю, обучения, выращивания, взаимопонимания, партнерства. Это все начинается все равно с общего ценностного поля. Пока мы не ответим на вопрос «Зачем?», бессмысленно отвечать на вопрос «Как?». Да, еще хотела еще раз все-таки обратить внимание на то, что эксперты конкурса остаются за кадром, они не становятся известны заявителям, именно для того, чтобы избежать возможного, ну даже если не лоббирования, то получение вот этой, может быть, не всегда корректной обратной связи в том числе. Да, да. То есть на самом деле вы можете, конечно, принимать разные решения. Вы можете опубличивать составы своих экспертов. Если у вас, например, публичная очная защита, вы не можете сделать экспертов анагогенными. Да, у вас все равно какие-то люди будут сидеть перед аудиторией, даже если аудитория не понимает имени, должности и места работы этого человека, она имеет возможность задать ему вопрос. При заочной оценке, при массовой оценке, при большом количестве заявок, на наш взгляд, но опять же это частное мнение нашего фонда, составы экспертов не должны разглашаться. И потому что мы не всегда можем избежать дополнительного давления на экспертов, и потому что не всегда мы можем избежать претензий, не всегда обоснованных со стороны непобедителей конкурса, не всегда мы можем быть уверены в однозначности ответов на вопросы, которые дает эксперт и так далее. И в этом смысле, да, это такой инструмент безопасности для всех участвующих сторон. Спасибо, Ира. Ну, то есть, ты понимаешь, у меня бесконечное количество вопросов, которые связаны с реализацией экспертизы. Я думаю, что также наших коллег... Я хотела бы сейчас предложить такой вариант. Мы заканчиваем разговор в прямом эфире сейчас с Ириной для всех. Если у вас есть вопросы, которые прямо требуют, мне бы и ириного мнения и ответа прямо сейчас, я вас прошу писать и в чат, Иру попрошу немножко задержаться на эти вопросы. Хорошо, без камеры. Да, уже без камеры и так далее. Хотела сказать большое спасибо. Действительно, очень важная, очень ценная часть работы всего грантового цикла, о котором мы сейчас говорили. И, конечно, как любой последующий шаг в грантовом цикле, от того, как правильно мы выбрали своих благополучателей, зависят все следующие шаги и дальнейшая прекрасная наша работа со своими благополучателями.